Халилуя! Слава Богу! Благословение Господне каждому из вас, мои возлюбленные дорогие! Я рад за это прекрасное начало недели. Почему? Потому что Бог с нами. И когда Бог с нами, это самое главное в этой жизни. В жизни надо знать, кто на твоей стороне, и ты на чьей стороне. И тем более, когда всемогущий Бог на твоей стороне, вы не представляете, какое это есть благословение для нас с вами. Добро пожаловать и садитесь удобно за столом. Завтрак со Христом. Зина, дорогая, шалом! Елена Искадовская, шалом! Тамара, дорогая, шалом! Халилуя! Благословение каждому из вас, мои возлюбленные! Халилуя! Халилуя! О, чудесно! Чудесное начало недели, не правда ли? Я уверен, что с Божьей помощью вы неплохо провели эти выходные. Давайте доверим Богу, что эти недели будут замечательны с Господом. Будут прекрасны. Даже если что-то пойдет не так, мы знаем, Господь с нами. И Он изменит ситуацию на нашу пользу во имя Иисуса. Так Павел, ходя с Господом, сказал, все содействует ко благу любящим Бога. А вы любите Бога? Точно! Я знаю, что вы любите Бога. Поэтому нет другого выхода, что все будет происходить для вас в лучшем виде, на вашу пользу. Халилуя! Халилуя! Слава Богу! Слава Иисусу! Окей! Обратимся ко столу. Что у нас есть? Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоди дел своих. Кстати, это есть решение Божие. Но кто-то решил так для тебя и для меня. Бог сам принял решение, чтобы тебе было благо. Халилуя! Слава Богу! О, это за вкуска! Так вкусно! Бог решил для нас, чтобы не произойдет в нашей жизни благо нам. И мы будем вкушать плоди дел рук своих, плоди дел рук наших с вами. Не то, что ты будешь трудиться, а потом кто-то будет наслаждаться, а у тебя не будет даже возможно вкушать, попробовать, что за плодов, что у тебя появилось. Халилуя! Ты будешь вкушать прекрасное здоровье. Халилуя! Ты будешь вкушать прекрасное от рук твоих. Халилуя! Это решение Божие твердо и железно. Халилуя! Скажите со мной, Господь, я благодарю Тебе за Твое железное решение для моей жизни. Именно для этой недели. Благо мне, и я буду иметь результат, я буду иметь успех во все дела мои с Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь! Аминь! Знаете, когда Бог принимает решение на пользу Тебе, что это обозначает? Это обозначает, что Тебе благо, Тебе плоды хорошие. Бог знает Тебе, то, что станет, то, что станет Твоей жизнью. Бог знает. Но вы знаете, есть интересные вещи, что сатана не знает, что Бог знает о Тебе. Беси не знают, что Бог знает о Тебе. Враг Твой обладает, конечно, какой-то информацией о Твоей жизни. Но не знает, что Бог знает, чему ты способен. Враг думает, что он знает тебя по тем вещам, которые ты делаешь. Или как ты реагируешь на некоторые вещи. И часто он хочет использовать те моменты, которые он знает, что ты когда-то делал, что-то творил, что-то сказал. Использовать эти моменты, искать слабые точки, чтобы тебя искушать, испытать и тянуть тебя вниз, разочаровать в чем-то. Но он не знает то, что Бог знает о Тебе, что ты можешь делать, или чему ты способен. Это очень важно. Дьявол думает, что он тебя знает. Но он не знает Тебя настолько, как Бог Тебе знает. Почему? Потому что Бог Тебе создал. И он вкладывает некоторые вещи в Тебе. Который дьявол не имеет никакого представления, что Бог сотворил внутри Тебя. Под об этом пишет и говорит. «Глаза не видит, ухо не слышало, к сердцу даже не приходит человек, что Бог приготовил для любящего его». Что Бог приготовил. Это удивительные вещи, что глаза не видит. И даже сатана не понимает глубины твоей любви к Богу. Он думает, что иногда ты ходишь в церковь, потому что тебе что-то надо. Но он даже не может себе представить, что ты можешь ходить в церковь, не потому что тебе что-то надо. Он даже не может себе представить, что ты можешь поклоняться Богу, не потому что тебе что-то надо. Он не знает, что ты можешь молиться, не потому что тебе что-то надо. Он не представляет себе, что ты можешь кого-то благословить, кому-то благотворить, не потому что ты ищешь что-то. Он даже не знает, что ты дает десятины, и по какой причине? Потому что тебе хочется, чтобы небеса открылась над тобой. И поэтому он думает, что если я зелеть его нищим, зелеть так, чтобы он потратил деньги в пустоте, и у него не будут деньги. Зелеть так, если он будет болеть, если он не может ходить на собрание, или он не может молиться, он не может читать Библию, значит я победил. Сатана не знает, что ты любишь Бога не из-за того, что Он может зелеть для тебя, а ты любишь Бога из-за того, что Он уже зел для тебя. Что Он спас тебя от того, что ни сатана, ни кто другой не может спасти тебя. Он спас тебя от всех грехов твоих. Он понес на себе, и Он умеет за тебя, чтобы ты имел жизнь вечную, которую никто не мог прилагать тебе. Чтобы ты живешь с Господом вечно, что это ценнее, и ты готов все даже потерять, лишь бы быть с Господом вечно. Что твоя цель, это не земля и не земной, это быть с Богом вечно, жить с Богом вечно в Его славе. Что это выше цель, мечты и ведения твоего. Поэтому сатана не понимает, почему надо некоторую вещь мы делаем. Он думает, что если он лишит нас от всего, что окружает нас, мы перестанем Бога. Да, некоторые перестанут, но не тебе, не с тобой. Не с тобой. Потому что Бог знает то, что никто не знает. Каков ты? И к чему ты способен? Ты способен больше, чем дьявол может о тебе думать. Смотрите, я хочу закрепить свои мысли с писания книга Иова. Смотрите, что. Первая глава, 8 стих. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо не такого, как он на земле человек, непорочный, справедливый, богобоязный, удаляющий от зла. И отвечал сатане Господу, и сказал, разве даром, богобоязный Иов, не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него, делал рук его, ты благословил. Стадо его распространяется по земле, расширяется его предприятие, фемельство. Но простири руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя, сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твои. Отошел сатане от лица Господня, и он лишил Иова все, что у него есть. На одно он имеет права. И сатана послушней, сатана послушней, он не смеет перейти за словом Божьим, делать больше, чем Бог. Бог позволил ему, он не трогал души Иова, но он собрал все, что ценит для Иова, как человек на земле. Но смотри аргумент, что Бог говорит. Бог знает что-то о Иове, который сатана не знал. Бог что-то знает о тебе, что сатана не знает. Успокойтесь, дорогие мои, успокойтесь. Ты можешь сделать больше, чем сам даже думает. Твоя вера может много творить. Внутри тебе есть такая любовь к Богу, что никто об этом даже догадывать не может. Бог говорит, смотри на Иова, каков он, нет такого, как он на земле. Человек непорочен, справедливый, богобоязный, удаляющий от зла. Это твои характеристики, не правда ли? Эта характеристика похожа на тебя, не правда ли? И сатана говорит, о ты что, разве даром? Даром, он богобоязный. Даром он богобоязный. Собери все, что у него есть. О чем сатана думает? Бог говорит о богобоязни, справедливости. О цени вещи, а сатана говорит о земной вещи. Бог говорит о качестве, сатана говорит о вещи. Он говорит, что его дела распространяются, старые распространяются, ты ограждал его семью, ты сохраняешь его. Такие вещи, которые для Иова это естественно. И для Бога естественно. А для сатана неестественно. Как Иов поклонялся Богу? Он пошел, собрался у Иова, и смотрите, 20 стих. Тогда стал Иов, разорял верхнюю одежду свою, острый голову свою, пал на колени. И что сделал Иов? Поклониться. Сатана отобразил от него, но он еще поклонялся Богу. Поклонился и сказал, нак, я вышел из чрева матери моей, нак и возвращай. Господь дал, Господь изъял, да будет имя Господь. Что? Благословлено. А сатана говорит, он не может благословить тебя, если ты собираешь все оттуда. Он не знает, кто такой Иов. Что то, что более ценно для Иова, не материал. Они нужны. Но это самое главное для его жизни. Когда их нет, Иов не может поклоняться Богу. Что Иов не может молиться Богу. Я кому-то хочу побудить, что неважно, в чем ты проходишь. Ты не представляешь. У тебя есть сила, внутреннего сила от Бога. Будешь поклоняться Богу. Будешь молиться Богу. Потому что твоя любовь не основана на что ты имеешь. Особенно на то, что Бог сделала для тебя. Твоя любовь не связана с тем, что кто-то обещает тебе, будет сделать для тебя. Поэтому ты не можешь разочароваться в Боге. Да, в людей можно, но в Боге не может. Сатана хотел, чтобы Иов разочаровался в Боге. Но они знают, что Бог давнедавно принял решение на пользу Иова. Иов это знал, догадывал, а Сатана не мог. Слава Богу, что Бог на твоей стороне. Сатана не успокаивался. Еще раз пришел к Богу, во время, когда у Бога было собрание с ангелом. И Бог опять говорит, третий стих, вторая глава. Господь говорит Сатане. Обратили ты внимание твое на раба моего. Бог хвастается о своей рабе. Аллилуйя. Ибо не такого, как он на земле человек непорочный. И справедливый, богобоясный, удаляющий возле доселе твое своей непорочности. А ты возбудил меня против него, чтобы погубить его безвинно. А сейчас Сатане Господу кожей за кожей, а жизни свою отдаст человек все, что есть у него. И Бог опять запретил его. Не трогайте его. Ты можешь собрать все, что хочешь, но его не трогает. Душа его не трогает. Зерез его тело, но душа не трогает. И сипа на Йова, что он мог. Лучие, язвы и тому подобное. Но Йов твердь до силы. Как Бог сказал. Свидетельство Бога. Не изменится о Йове. Потому что Йов не изменится. Я молюсь, чтобы твоя любовь никогда не изменилась. Она стала тверда к Богу. Не важно, что происходит. Ты твердо решился с Богом идти вперед. Аминь. Аминь. Прочитайте первое Йова, первая глава, вторая. И увидите, как Йов стоял. Как Бог свидетельствовал о Йове. Все попытки сатане. И марно ничего не получилось. Халлилуйя. И вы поймете, что вы имеете что-то большее, что сатана не знает. Он думает, что он отнимет от тебя один, два, три. Он отнял от Йова детей, жене, богатство. А Йов твердь. Не меня свою. Что? Характер. Не свидетельство. Отношение к Богу. Справедливо. Богобояснее. Любит Бога. Поклоняйся Богу. Молится. Сатана не мог остановить его. Моя молитва. Он тебя не остановит. Ты не останавливай, мое христианин или христианка. Во имя Иисуса Христа. Сатана не может тебя разочаровать так, чтобы не поклоняться Богу. Халлилуйя. Халлилуйя. Вкус не за вкус. Окей. Сегодня у нас такая тема. Время с Богом. Время с Богом. Очень важно для нас с вами понимать, что в жизни очень важно, с кем ты проводишь время, где ты проводишь время, место, где ты проводишь время, с чем ты проводишь время. Что с кем, с чем, место, где ты проводишь время, всегда будет иметь в какой-то мере влияние на твою жизнь. Это очень важно, чтобы мы усвоивали это в нашей жизни. Наверное, вы уже знаете, что в школьные дни вы провели время с кем-то, какая-то группа в вашей классе или школе. И ты знаешь последствия, хорошие или плохие были это влияние. Ты знаешь, что если проходит время, я помню, когда я учился, у нас был девиз нашего директора школы, колледжа, высшего колледжа. Он сказал, быть первым или быть с тем, который первым. Всегда стремится быть с тем, который стремится быть первым. И в этом была глубокая такая мысль о том, что когда ты асоциализируешь себя с определенной группой людьми, скоро или поздно ты начинаешь или мыслить, или говорить, или поступать, или действовать относительно так, как все в этом группе действуют. Потому что есть влияние. Поэтому, когда ты проводишь время с Богом, влияние Бога будет на тебя. Бог будет влиять на тебя. Как группа влияет на тебя, как класс влияет на тебя, как учитель и школа влияют на тебя, как пастор влияет на тебя, как отец и мать влияют на тебя, с кем бы ты не проводишь время, как завод или фабрик, или предприятие, или бизнес влияет на какую-то часть твоей жизни, с кем бы ты не проводишь время, с чем бы ты не проводишь время, или какое место бы ты не проводишь время, оно будет влиять на тебя. Ты пошел в саниторию провести время, санитория и атмосфера, и люди работающие будут влиять на тебя. или на оздоровление, или хуже, чем ты будешь питаться, какие процедуры ты пройдешь. Пока ты уйдешь оттуда, ты заметишь, что что-то произошло в твоем физическом здоровье. Или позитивно, или негативно. Я молюсь, чтобы это время, которое мы с тобой сейчас проводим за столом, завтраком, за крестом, будет иметь положительное, позитивное здоровье, влияние на вас. Имеется, что все эти дни, каждое утро, до конца этого года, 31 декабря, ты заметишь реальные колоссальные перемены, изменения положительных в вашей жизни. Скажите мне это. Амин. Аллилуйя. И вот, когда мы читаем Ивангелие Тереванда 1 глава 29 по 39-го, мы уже говорим много об этом местописании, но тезисно я хочу, чтобы некоторые вещи сказали. Какие слова услышали ученики Иоанна, что они пошли за Иисусом и решили провести время с Иисусом? Первое, что Иисус есть Агнец Божий. Это меняет взгляд их религиозное понимание и их верование, что им придется верить живому Богу и соприкасаться к живым Богам, который взял на себе образ Агнеца Божьей и пришел. Его прикасаться можно. Так Иоанн пишет, то, что мы видели, мы прикасали, осизали, то и мы делимся с вами, мы свидетельствуем вам о том, что мы прикасали, осизали, чувствовали, трогали, слышали, видели. 1 Иоанна 1 глава. Халлилуйя. И второй, Сын Божий. Они услышали, что это Сын Божий. И они хотят провести время первым, с Агнецом Божьим, во-вторых, с Сыном Божьим, третий, крестить Духе Святом. И они хотят также находиться в окружении, рядом с тем, которые имеют силу крестить Духом Святым. И четвертое, Иоанн сказал, что он больше, чем Иоанна, что Иисус больше, чем Иоанна, и что Иоанн считает, что он недостоин разбивал его обувь. Поэтому ребята подумали, братьев подумали, Андрей подумал, и другие ученики подумали, что с кем лучше провести время. Если на сегодняшний день самый сильный человек, через который Бог использует для пробуждения, это Иоанн, а Иоанн говорит, что если еще круче, чем него, тогда я пойду к этому человеку, который Бог использует, и через которого я, что, буду знать больше Бога. То есть, я закончил школу с Иоанном, теперь я иду в высшей степени с Иисусом Христом. Потому что с Иисусом я узнаю того, что никто не знает обо мне, а Он знает обо мне. Поэтому я переквалифицирую или идет на повышение своей духовной рост, свои духовные отношения. Поэтому мне нужно провести время с тем, кто откроет мне Бога больше, чем я знаю. Поэтому провести время с Богом мне нужно тот, кто откроет мне все понятия, кто такой Троица, Отец, Сын и Святой Дух. И единственное, кто мне может, это тот, кто знает их лучше. И никто не знает Отца, как Иисус, никто не знает Отца и Сына, как сам Иисус, никто не знает Святого Духа, как Иисус. Поэтому Андрей и некоторые ученики Иоанна 39 стих написано они пошли за Иисусом 38 стих, простите, они шли за Иисусом и Иисус задает вопрос, что вы хотите, что вам понадобится. Они говорят, мы хотим знать, где ты живешь. И Он сказал им, пойдете, увидите, и они пошли, увидели, где Он живет, и прибили у Него день тот, и было около десятого часа, потому что еще два часа до того, что будет вечер. То есть, это было четыре часов вечера, десятого часа, это четыре часов вечера. Еще два часа, и в Израиле тогда уже темно, шесть часов вечера. И поэтому они остались у Иисуса, там, где Он живет, и провели время с Иисусом. Это время было очень для них важно, и это было как раз качественное время. Качественное время, то ли пять минут, то ли десять минут, что позволяет возможность, или полчаса, или всю ночь Иисуса, поверьте меня, круто изменит твою жизнь. Я провел много подобных времен, когда я без студента, и до тех пор провожу, я хожу, провожу это время с Ним. Я чем-то занимаюсь, все-таки мысленно провожу это время, потому что есть одно понимание, что тот, кто во мне, он может зарегнуть сравнение Божьего, с чего я прошу, или о чем я помышляю. Поэтому я не пускаю свои мысли на то, что не нужны, я мыслю о Его словах, провожу время с Его словом, провожу время с Его Духом, провожу время с Отцом и Сином, и это очень важно, это всегда сделает мне свежее, это всегда свежее слово от Бога, иметь свежее питание, и я не устаю, и Он не устает мне давать, и это круто, дорогие мои, провести время с Богом, дает тебе силу, и надо Деву думать, что я отниму от тебя то, я отниму от тебя то, я отниму от тебя и то, и другое, и третье, четвертое, десятое, и ста, и думаешь, с этим ты перестанешь поклоняться, молиться, служить, проповедовать, и делать то, что Бог тебе доверит, не, не, они не понимают, Деву не понимают, твоя жизнь не из-за кусочек хлеба, твоя жизнь не в металл автомобиле, твоя жизнь не в кирпичи дома, твоя жизнь во кресте, твоя жизнь в Боге, твоя жизнь в Духе Святом, кто ходит по Духу, никто ходит по автомобилам, они хорошие, они нам помогают, никто ходит по деньгам, они тоже нужны, но самое главное, самое главное, ходить по Духу, и поверьте мне, будет тебе мир из Божьей жизни, слава Богу, поэтому Иоанн, говоря своими учениками, кто Агнец Божий, кто Креститель, кто Сын Бога, кто Божий, превосходнейший, предпочтительный, ученики приняли решение, мы идем к этому Иисусу, и они пошли, и они поняли одно, что все, что человек Христос, Иисус, как Павел писал, 1 Корифиана, 2 глава, 5 стихи, что нет другого посредника между Богом и человеком, что все, что этот человек Христос, Иисус, делает, или сделал, это подсказки о том, что любой человек, который верит Господу Иисуса Христа, или верит Бога, и имеет Дух Святой, может тоже сделать, что Иисус Христос сделал, и это слова самого Иисуса Христа, что дела, которые я творил, вы сотворите, и больше, поэтому это очень важно, если ты хочешь что-то больше духовное дело, подумать, с кем больше провести время, где провести время, и как провести время, провести время с Отцом, ты узнаешь Отца лично через Святого Духа, написано, что никто не знает, что сердце Отца, кроме Духа Святого, Он идет в глубину, достает и отдает тебе, и никто даже не знает, что внутри человека, кроме Духа Его, вот, потому Дьявол не знает, что внутри тебя, Дьявол не может проникнуть в глубине твоего сердца, а Дух Святой может достать от глубины Отца и дополнить тебе, и восполнить, что тебе не хватает Духа, Аллилуйя, Сатана, да, хотя он в Паши Англии, но у него нет это способно восполнить, это желание, вы видите, что Сатана умеет добро творить, все, что он даже пытается делать, как добро, потом он разрушает, потому что в нем нет того, что есть Бог, вы меня слышите, друзья мои, вы понимаете, о чем мы говорим, да, окей, Аллилуйя, Аллилуйя, и смотрите, смотрите, с кем мы проводим время, влияет на нас и меняет все, что происходит в нашей с вами жизни, смотрите со мной, что Давид писал, салон первой главы, известное нам местописание, смотрите, салон первой главы, Давид говорит, блажен человек, который не ходит на совет нечестивый, не стоит на пути грешник и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, а в законе его он размышляет день и ночь, смотрите, что происходит, Давид говорит, очень важно, с кем ты проводишь время, где ты проводишь это время, и чем ты проводишь это время, это определит для тебя в жизни, будешь ли ты благословленным, успешным, сильным или нет, человек хочет быть физическим силой, он идет в спортзал, и он качается, качается, и дисциплинирует себе день и ночь, качается, качается, некоторые утром и вечером, утром и вечером, и что происходит, потом мы видим, что его мыть меняется, приобретает новую форму, его живот приобретает новую форму, физически он становится крепким, из-за того места, где он бывает, чем он там занимается, и что, о чем он думает, каждое утро, каждый вечер, что ему необходимо делать, чтобы подлежать его физической силе, его физическое состояние, так, и также, кто-то тоже проводит время кухни, 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 кто-то на работе, на работе, и ты вижу, он думает постоянно в кухне, что мне готовы, какие продукты, как готовы, куда идти, купить продукты, а кто-то в магазине работаешь, думает о клиенте, кто придет сегодня покупать, кто-то в рынке, все, и все это влияет на нас, сегодня есть продажа, ты счастливый, завтра нет продажи, ты уже разочарованный, вместе, и с кем, и с чем, в котором мы проводим время, влияет на нас, и никто из них не влияет, как Бог, Отец, Сын, и Святой Дух, они влияют на нас круче, чем все, и смотрите, Давид говорит, человек, который проводит время, какой, ходит, есть такое время, ходит, он ходит на совет нечистивый, то есть, он всегда встречается с людьми, которые дают нездоровье, консультации, и что они могут тебе сказать, нечистивый совет, они тебе привезут, значит, у тебя закончится нечистивый образ жизни, и все бизнес сделает, оно будет нечистое, коррумпированное, вещество будет творить, и чем закончится, ты не можешь быть благословен, в глаза Божьи, и другие даже, поэтому, он говорит, с кем, куда ты ходишь, с кем ты проводишь время, какими консультантами, какими советниками, они нечистивы, они будут влиять на тебе, и ты не можешь быть благословен, если ты не будешь идти к такими, а будешь идти к тем, которые чистивы, которые совестны, справедливы, подобны, как Иова, поверьте мне, твоя жизнь будет благословена, и сатана скажет, что Господь, ты благословил его, потому что, он поклоняется тебе, потому что ты благословил его, ты ограждал его, ты распространяешь его стадо, и так подобное, и Гопу скажет, что ты тупой сатана, ты не знаешь, что этот человек знает, он любит меня не из-за этого, он любит меня не из-за этого, он любит меня, потому что, я положил свою жизнь за него, И Давид говорит дальше Не стоит на пути Грешник Не стоит на пути Он не ходит по маршрутам грешников Не просто он стоит тупо Нет, не то, что он стоит тупо Нет, он не стоит тупо Он не делает то, что грешники делают Он не проводит Время с грешниками Чтобы потом тоже так не поступить Такой человек Будет благословлен С кем ты проводишь время С кем ты постоянно стоишь О чем вы говорите О чем вы рассуждаете Есть некоторые верующие Ты проводишь время с ними Ты уходишь от них одушевлен Ты чувствуешь такое Знаете, ободрение Какой-то кайф И тебе хочется поклоняться, служить Евангелизировать, любить Бога Божьего А есть некоторые После общения с ними Ты начинаешь сомневаться во все, что ты веришь Такие Библия говорит Уходи Знаешь, с кем ты проводишь время Время как раз у нас немного И третий Не сидеть в собрании развратителей Где ты Место Бречет, а место Где ты сидишь И с кем ты там сидишь Их называют развратители Они все хорошие Развращают Все добрые Развращают Все прекрасные Развращают Они во всем верят Дьяву Во всем верят Беса Во всем вере Прокладие Во всем вере Что угодно Они развращают Благословение Прокладие Они развращают Спасение Что он не спасет Они перебеждают То, кто Имеет вечную жизнь Что он не может сказать Что он спасет И там подобное Они развращают Истинный свободен Когда они берут Местоописание Как дьявол Они развращают его Он говорит Не сидеть с ними Не проводи время с ними Потому что Они могут на тебя влиять Хочешь оставаться благословленным Нужно знать С кем провести Поэтому Андрей И остальные Ученики Тот день Которые слышали это Решили Знать Где Иисус живет Идти к нему И провести Качественное время с ним Услышать Божие Что Сим Бога Скажет Что Огнец Божий Расскажет Крестите Духом Святыми Огнём Мы хотим Иисус Расскажите нам Божие Как креститься Духом Святыми Огнём Иисус Начал рассказывать Кто такой Дух Святой Что такой Огонь И что Когда Дух Святой придет Чем он будет заниматься Кому он будет И как он будет Себе вести Что он ничего о себе Не будет говорить Он будет говорить Все что Отец Говорит Он будет взять Все что Отец дает Во имя Иисуса По правде Иисуса И даст вам Это такое Что он поможет нам Делать то что мы не можем делать Он поможет нам Молиться Когда мы не знаем О чем молиться Он будет за нас Харатайствовать Он будет с нами День и ночь Двадцать четыре на семь Он будет в нас Он будет над нами Он будет с нами Он поможет нас Аллилуйя. И это интересно, что я это знаю. Это говорит, что моя жизнь сейчас изменяется. Я встретился с тем, кем я могу начинать делать невозможное. Я могу служить Богу, как никогда. Я опознаю истину Отца Святого Божия, о Отце, о Иисусе, о Небеса, о моем будущем. Это круто, это круто. И даже на земле я опознаю, чем я могу заниматься, как я могу жить победоносно и не бояться, что человек может сделать против меня, не бояться, что дьявол может сделать против меня. Я могу быть радостным, счастливым и успешным верующим в Бога, не человек, который подавлен в религии, обряде, ритуале. И поэтому они сказали, мы хотим провести время с Иисусом. Иисус, ты покажешь нам, где ты живешь, потому что если мы придем, это будет классно для нас. Это очень важно. Кто когда-либо был со Христом, не уходи от Него пустыми. Кто когда-либо был со Христом, не уходи разочарованы. Восьми больных они уходили исцелены. Все, кто пришли больной и верой в Него, все уходили исцелены. Как насчет женщины кровотечения, она ушла другая, она сказала себе, если я приказу к родению, все закончится. В отеме, сентемеев сказал, Иисус помилуй меня, Он знал, когда люди кричали, молчи, молчи, Он не молчал больше кричать, потому что Он знает, что если Иисус, обратив внимание, Он будет прозревать. А как насчет самарянской женщины, женщина подавленная, отверженная, низкая самооценка и насильная, ее насиловали столько, ее обещали и не любили. Как насчет эта женщина, когда встретилась с Иисусом возле колодца Якова, чем это закончится? Она ушла оттуда совершенно другая. Она ушла с крыльями и пошла в город Самарий и рассказывала все, кого она встретила. Я встретила Мессия, наконец. Он сказал мне все обо мне. Встреча ее с Иисусом. Время, что она провела с Иисусом. И на том месте она не просто узнала его, но она узнала, как поклоняться Богу. Что надо поклоняться Богу в духе и в истине. Что Бог везде сущий. И не только на этом месте возле колодца Якова можно поклоняться Богу. И не только в Иерусалиме. Такое откровение для нас всех. Что я могу у себя дома, ты у себя дома, в кухне, везде, на дороге, на работе, в храме, в цепи. Везде можно поклоняться Богу. Только откройся и уста Бог с тобой уже там. Халлилуйя. Халлилуйя. Поэтому не было человека, который шел ко Кресту, бил с Ним, провел время с Ним и открылся Богу и ушел оттуда таким же. Как насчет это, что ты поверил в его слово, когда ты услышал слово вери и исповедовал устами твоими, поверил в Россию, каким ты уходил от этого собрания, спасенным. Как насчет, ты пришел в Баним и поверил, как ты поверил за своего спасения, каким ты уходишь, исселенным, вдохновленным, благословленным. Невозможно быть у Христа и оставаться попречным. Невозможно. Невозможно. Я хочу закончить с этими словами апостола Павла, 1 Коринфянам, 15 глава. 1 Коринфянам, 15 глава. Халлилуйя. Он говорил, 33 стих. Не обманывайтесь. Худея сообщества развращают добрые нравы. Худея сообщества развращают добрые нравы. Другими словами, добрые сообщества назидают, подкрепляют, поднимают, обогащают муравьи твои. Добрые муравьи. Оно обогащает твои жизни. Добрые сообщества обогащают тебя. Добрые люди обогащают тебя. Плохие люди отнимают и развращают. Дьяву приходит украсть, убить и погубить. Он развращает то, что Бог тебе дает. А Иисус говорит, я прихожу, чтобы вы имели жизнь с избытком. Поэтому не обманывайтесь. Худея сообщества есть. И доброе сообщества есть. С кем ты будешь проводить время? Всю этой недели. Весь этот год. Я принял решение. И я знаю, что ты тоже принял решение. Те, которые проводят время с Богом. Как Андрей. Все меняется. Апостол Павел провел время с первосвященником. И лично с Богом. Не имеет такого. Однажды встретился с Иисусом по дороге. Дамаски. Пыльной дороги. И чем это закончится? Он уходит от присутствия Божьей. С новым пониманием. Новым откровением. Кому посвятить свою жизнь. Кому поклоняться. Кому служить. И как творить добро. Если раньше он отвращал доброе имравие. Теперь он хочет назидать, созидать стройку. Если раньше он гонялся за верующим. И убивал их. И сажал их в тюрьме. Потому что на него влиял первосвященник того времени. А на них и тому подобное. Сейчас. На него влияет сам Господь Иисус Христов. Сам Святой Дух. Неудивительно столько он писал. Неудивительно столько свидетельств у него появится. Моя молитва. Чтобы у тебя было столько же и больше. Свидетельств. Что Бог творит тебе. Из-за того, что ты решился провести время с Ним. Время с Богом. Это самое дорогое богатство. Что у человека может быть. Время с Богом. Самое дорогое богатство. Жизни. Что у человека может быть. Потому что это изменяет все. Что у тебя есть. Аллилуйя. И Иов провел время с Богом. Сатана не мог его разрушить. Бог потом благословил Иова. Так красиво. Что сатана уже не знал куда сдеваться. Бог благословил. Конец Иова было больше чем его начало. Так написано. Конец Иова было больше чем его начало. Моя молитва. Чтобы тоже. Конец Твой был больше чем начало. Господь утерет все слезы. Утерет все слезы. И для меня лично. Это огромная честь и благословение. Каждое утро. Вставать. Провести время с Богом. Ночью провести время с Богом. И больше того. Провести еще с его словом. Молиться. И провести время так же с вами. На завтрак со Христом. Вы не представляете. Что для меня это значит. Завтрак с Иисусом. Каждое утро. Это такой кайф. Аллилуйя. Такое благословение. Ничем не сравнивается. Ни золото, ни серебро. Поэтому я люблю вас. Ценю вас. И то, что вы делаете. Что вы приходите на завтрак с Иисусом Христом. Аллилуйя. Его меню всегда четко вкусно. Аллилуйя. Да благослови Господь. Увидимся завтра. Такое же время. На завтрак. С Христом. Аминь. 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 С миром Божьим. Аллилуйя. Аллилуйя. Продолжение следует...